Дайерс Бэйн В трех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. Дайерс Бэйн Ну что ж, и мы возвращаемся. Arrow Gaming против MVP Phoenix. Вторая карта. Arrow Gaming первую выиграли практически без шансов. И посмотрим, смогут ли MVP мобилизоваться и как-то разгромить своего противника. И потому что все-таки ставки очень высоки. Как уже говорилось буквально пару минут назад, команда, выигравшая в этой встрече, обеспечивает себе поездку в Сиэтл. И мы видим фреон Мирана в пике у Arrow Gaming. MVP Phoenix забирает трента и Death Profit'а. Своего любимого Death Profit'а. Вот сейчас, я думаю, нам дойдет время. Покажу статистику. Два матча 100% винрейт у Мираны от Arrow Gaming. Death Profit. Шесть матчей 83% винрейт. Вот та самая банша, которая тащит у MVP одну каточку за другой. Марч, капитан команды, как раз ее пикает для себя. Будет сейчас завозить. С трентектором камбоном показывают 100%. Ну вот что ты думаешь? Arrow Gaming тоже задел такой на пуш вроде есть. Ну из того, что я вижу от Arrow Gaming, они сейчас поиграли в предыдущую игру и сказали, ребят, сейчас мы вам покажем, как надо играть с фреоном. И вместо того, чтобы набирать пассивных терпил, уже вот есть у нас Мирана. Это первый ассистер для Сиэй Героя. Потому что уже один герой способен наводить движуху, способен убивать, нападать. И это многого стоит. А MVP Phoenix, они теперь начинают играть в своей манере. То есть они уже показывают, что они не собираются ни бегать, разводить, ни гангать. Нафиг это надо, мы играем полгода в доту, и нам лучше взять что-то попроще. И они берут Баншу. Баншу вторым пиком, ну пока это оправдно, потому что сама по себе комба уже смотрится приятно. Фурион держит, Банша бьет, и для тебя все хорошо. Также я добавлю вот то, что в прошлой игре у нас был тренд, и почему он неэффективно работал. Потому что не было никакой защиты. То есть если на тебя нападает пять героев, начинает бить тебе тавер, а ты не откидываешь спилов, не делаешь ничего, то от этого армора толку вообще нуль, потому что тавер... Быстро спадает, конечно же. Да, сейчас для MVP Phoenix, вот я уверен, что они это поняли, и им необходимо набирать то, что свой тавер действительно может защищать. Тогда этот тавер сможет стоять вечно. И пока у нас вот Эрв Гейминг смотрит на всю эту движуху и банит Тимп Ларку с Асларком. Банят для себя, наверное, самых неприятных героев, героев, которыми любили играть MVP. А MVP, вспоминая прошлую игру, вот то, что к ним пришли и их убили. Причем убили слишком жестко, банят двух самых сильных героев. Это Шадоу Демон и Аппарат, стараясь полностью заблокировать выход на хардовый трипл лейн. Да, ну и плюс комбинация Мирана и Шадоу Демон не самая приятная, поэтому решили ее исключить. Забирается Чен, а Роу Гейминг будут пушить. Теперь уже сто процентов, при том, что еще и MVP помогли им с баном в виде аппарата. И теперь уже пикать Чена нужно сразу. MVP Phoenix вполне вероятно, сами хотели этого героя забрать. По-моему, брали вот MVP Phoenix вместе с Деспрофитом Чена. Я не уверен, но там вроде поглядывал реплейчики, которые были по пикам. И там вроде при пике Деспрофита забирали также Чена. Ну тоже хорошая комбинация. Перед тобой идет армия крипов, за ними стоит банша, 7-11 лвла. И вы очень сильно давите, поскольку у вас огромное количество ДПСа. И сейчас для MVP Phoenix первые два задачи это не спали... Точнее, первая задача это сделать себе хорошего мидера. Мидера в центре, которого будут не способны убивать. Потому что, как мы видим в большинстве игр, Чен у нас идет свой лес, он берет смок и способен, ну, идти в центр. А в центре у нас есть тренд протектор. И единственное, что необходимо, это нюки. Нюки, которые будут своего этого раза защищать. MVP Phoenix у нас очень долго думают. Но мне кажется, вот они так долго думают, потому что забрали у них Чена, своровали его. У них есть сейчас время для выбора этого, первых, как сильно они хотят понаглеть на Изилейне. Потому что сейчас у них одна проблема. Им на Изилейне нечем цеплять. И необходим герой, который будет способен вражеского хардлайнера прогонять. Поскольку сейчас у нас есть тренд протектор Банша. Но если вот к этим двум героям пред какой-нибудь Дарксиру, то они вообще ничего не делают для этого парня. И вот он тот, кто будет прогонять. Вичдоктор, он еще очень хорош против Чена. Так как крипы от банок Вичдоктора страдают очень сильно. Они там из дизейбла не выходят практически, плюс дэмэдж получают. В общем говоря, ВД не первый раз попадается против Чена. И посмотрим. Ну и при этом еще есть две фишечки. Первая это под ультом протектор он также хорошо накручивает. А второе это то, что он хилит как Чен. То есть сейчас у нас MP и Phoenix показывают, что они хотят идти вперед. И вроде бы все хорошо, но первая проблема это слишком мало станов. То есть для Arrow Gaming сейчас такое пространство, что у них есть Фурион Мирана, который способен сприпушить до посинения. Никак их не остановить. И им сейчас нужно, все что им сейчас нужно, это защита Тавера. В общем-то больше ничего нет, чтобы откинуться от противника. Ну потому что пока в лобовом столкновении очень тяжело взрывать. Тут кого-либо. Ну обе команды с хорошим пуш-потенциалом. Деспрофит как только получает ульту. Ну, ВИЧ-докторы нам статистику показывают. 59. Ага. 3.5. Смерти 4.9. Ассистов 9.5. Ну, такой ВИЧ-доктор. Его, я смотрю, тут у него тут еще ласт-хиты. То есть это получается... Он еще и ласт-хитит немало так-то для саппорта. Но ГПМ, ХПМ. Для саппорта. Ну, также хочется отметить то, что ВИЧ-доктор это саппорт, который может в любой момент уйти в лес. Это вот что немаловажно. И в этом лесу взять себе нужное количество фарм. Потому что эти вот у нас... Банки, они очень приятны для фарма. Банки, да, прекрасно работают. И в целом получается такой тоже слегка жидноватный пик у МВП Феникс. И Эрл, это вот берут, наверное, одну из самых лучших защит для Тавера. Это Тинкер. Учитывая то, что у МВП Феникс нет дистанционной инициации, учитывая, что их пуш-потенциал заключается в том, что вам нужно стоять и бить, то вот эти марши от Тинкеры, это, наверное, самый лучший выбор, который здесь вообще доступен. То есть Arrow Gaming просто браво, потому что они молодцы. Вот ребята просто шарят, что я могу сказать. Только мы тут о чем-то рассказываем, а они уже... Они, да, они, я говорю, они увидели Бан Апарэйшена, поняли, что Чена хотят сами МВП Феникс забрать. Увидели это, схватили его, потому что по пику им этот Чен подходит просто на все сто. Плюс они забирают Тинкера, ну, Arrow Gaming настроены на победу без каких-либо шансов. МВП Феникс ждет очень тяжелая игра. И вот пройдут ли они это испытание, Тайтхантер? Вот так вот. Да, МВП Феникс у нас дальше. Дальше у нас МВП Феникс начинают усиливать свой... Свой ганг, точнее, свой файт-потенциал. Но теперь есть просто огромная проблема. Arrow Gaming вообще не надо даться, потому что Тинкер соло отпушит все лайны, отпушит любой пуш, который устроит у нас МВП Феникс. Также Тинкер у нас с легкостью вообще с какой бы то ни было будет раздавать в драке, потому что все-таки у МВП Феникс хилл такой общий, а он бьет точечно. И точечно он сможет тут вырубать кого угодно, например, того же Вич-Доктора. Кстати, связочка, что я могу сказать, комбо лютая. Да, эти комбои у нас очень любили играть. Ликвид, который выигрывали, точнее, не вот эти комбои, а там, правда, вместо того, был тренд Вич-Доктор, который они выиграли все игры. Но, как видим, Тайт Хантер также есть. И вот, наконец-то, герой, который способен хоть как-то ловить Тинкера и начинать с рэнджа, с Блинк Дайгера. Это Сладар. Герой, который способен вообще наводить движуху, потому что до этого... Я чувствую, нас ждет очень лютая каточка. Ну, я чувствую, что нас ждет ожесточенный пуш со стороны МВП Феникс, а со стороны Arrow Gaming просто сплитпуш, где задача одна – убей Вич-Доктора. Единственное, если Arrow Gaming на скиле не задавит МВП, вот сейчас пики вроде смотришь, более-менее такие адекватные по лайнингам, то есть ни одна, ни другая команда в Салатину задавить не должна чисто за счет лайнов по героям. Тут уже будет решать, я думаю, многое скилл. Ну, здесь я скажу, что у нас команды поменялись местами, то есть теперь у нас MVP Феникс становится кошками, а Arrow Gaming становится мышками. Но мышки Arrow Gaming такие, что где-то буквально там один артефакт или два, и все, и мышки сильны. И в результате у нас, вот мне нравится больше пик Arrow Gaming, потому что супермобильно, вы пушите, вы нападаете, вы разводите, вы гангаете, и вообще вот это вот, как я люблю называть, дота по скилу. У MVP, потому что у MVP Феникс все так вот в разы попроще. Ну, DDZ у нас будет играть на тинкере Ланс Мирана, Джонни Чен, Мозун. Ох, о себе, что тут с этой винкой, боже. Ксянг Зай играет Фурионом. Не побежали эти товарищи на Рошана. Да, а MVP тем временем, который об этом ничего не подозревает, у них Марш играет на Дес Профит, Рейзен на Вич Докторе, Кью Оу на Слардаре, Хен на Тен Потекторе и Форев, хардлайнер команды MVP на Тайт Хантере. Начинают у нас пилить Рошана. MVP Феникс, они все еще отходят после предыдущего файта, потому что действительно их убили жестко, и вот пока не думают, а может быть, нас где-то убьют, может быть, что-то происходит. Arrow у нас забирает Рошана, причем довольно уверенно, и что-то MVP чувствует, ты посмотри. Рошана забирает почти под лицом. У нас все-таки Кью идет прям в лапы противника, но Рошан падает, он хочет зайти, выходит Винга, получается там, выходит у нас Мирана, но нету... Ну, это так, конечно, печально получилось здесь. Это просто... Он пришел, чекнул, увидел, что они там, а они уже добивают Рошана, получают ловела свои и убивают еще и сделав ФБ. У Тинкера начало настолько шикарное, по-моему, он сейчас себе сразу догон Этернелл от Рвела, принесел на нулевой минуте. Ой-ой-ой-ой. Ну, вообще, да, Слардара в такой ситуации не позовешь, потому что ты идешь милишником и так против тебя, и стоит Тинкер, который тебя присутствует, а теперь он стоит еще с Ботлом, у него еще сверху и при этом левел. То есть тут Тинкер может просто махаться с ним до упора, и Слардар ему вообще ничего не сделать. Ну и что теперь вообще могут сделать МВП Феникс? Ну, теперь единственное, что они могут сделать, это хоть как-то сохранить разницу в левеле, потому что сейчас на этот левел нужно набирать. Тайтхантер у нас стоит сверху, его пока что не гоняет, потому что Винга делает пулы, ну и теперь только набирать шестые левела, потому что убивать вообще нереально, кого бы то ни было. пользоваться слабостью того, что Фуриону настоит без маны, и потому что всю ману он слил на Рошана, и сейчас нет у него маны на трентов, но лежит реген снизу, и если он его возьмет, и при этом сейчас возьмет третий левел, то противнику будет очень больно, и ты посмотри, да, Айсфрог, и даже бог Доту улыбается Фуриону, и дарит ему реген, только что-то он не хочет его брать. Тинкер говорит, братья, подожди, кто мидер, я мидер или ты? Руну надо оставлять. Да, ну тут немножко жирновато у нас, конечно, действует Тинкер, потому что в любой момент может приехать Вич-доктор, убить Руну, и в итоге Руна не досталась ни одному, ни второму, хотя, казалось бы, ну зачем тебе Тинкер, у тебя и так все хорошо. И в итоге теперь у нас... Он Боттл мог забудить, ему Курьер как раз полз, нес тапок. 1-0 в пользу ВП. Да и вообще, то есть это было не так важно вот именно для Тинкера реген, сколько это было важно для Фуриона, потому что Фурион, который берет реген, он может вызвать пеньков прямо вот здесь. Ой-ой-ой, и Сардар у нас просто погиб, да? Но он не рассчитывает на то, что тебя на второй минуте могут просто в 400 дамага продамажить за секунду. А у Тинкера лазер-рокет, он без машин пока играет. Тинкер, кстати, молодец, то что он не качает эти машины, потому что в данной ситуации они ему вообще не нужны, да? Все, что надо в данной ситуации, это ракет и лазер, и ты спокойно убьешь своего противника. То есть марши качает, когда вот тебе нужно защищаться, но когда мы глядим на начало, мы понимаем, что при таком начале уже скорее у нас MVP будут защищаться, чем Эро, потому что все слишком замечательно. И, короче, вот не знаю, жестче, чем Тинкер, ну, против Слардара на миде, даже не знаю, что может быть жестче. То есть Слардару вообще нужно слапаться, потому что снизу у нас стоит Банша, который ничего не делает Фуриону, Банша пушит свой лайн, а она его... Почему Банша в мид не пошла? А это очень хороший вопрос, потому что смотреть, что делает Тинкер, он просто забегает по Тар, начинает дальше развлекаться со Слардаром, и Слардар у нас крипов нюхает. Он реально их нюхает, вот он даже к Тинкер бьет Слардара под Тавром. Хочет разменять свой Эгис, еще 3 минуты, а у Слардара закончился весь реген, и Ботлом здесь даже и не пахнет. На миде Слардара сейчас, знаешь, нести себе 3-4 фласки и просто терпеть до последнего, как китайский, потому что тут просто смотришь, на это и плачешь. Он сейчас этого крипа добивает, и оп, вот и Ботл. С горем пополам дофармил, но мало, на самом деле, думаю, пользы этот Ботл принесет, потому что тут уже такой проказ, что ты теряешь ХП практически фул. Да, ты теряешь фул, и плюс Стрингер он может контролировать. Вот этот расклад у нас сверху стоит Сларда, создает Тайтхантер, у него урвается Фурион, Тайтхантер начинает отпушивать, Фурион очень хорошо пеньками сейчас будет переагривать крипов, нужно их будет увезти куда-нибудь, которые выйдут, пацаны, а в это время у нас Мирана будет пушить вверх, подходит Чен, и это будет первый Тауэр. Тайтхантер у нас не имеет гаша, он не способен никак сагрить сейчас на себя крипов, и фактически он бесполезен, он будет стоять и на это дело смотреть, но на это дело не будет сменять его команду. Выходит у нас Вич Доктор, выходит, начинает Тайтхантер, тут начинает его кинать, также прилетает сюда Тренд Протектор, нападает на Винджи Фулспирт, но она убегает, потому что это инициация, и при этом Тауэр у нас забирает. Такой интересный Кракеншелл на 2, но это уже совсем терпительный, конечно, вариант прокачки, и забирает эту Вингу, ты ж посмотри. Да, Вингу у нас забирают, но какой ценой это им далось, потому что сейчас, посмотри, выходит у нас крипы, выходит Мирана, летит Эра, попадает Вич Доктора, начинается драка, у нас бьют Мирана, Мирана надо бежать. Так, Хантер их вообще не ощущает, он просто идет и бьет с руки, просто бежит и лупцует, от того за другим. Банки, Джонни, Джонни минус. Сова у нас застыла в позе танцора, и в итоге надо бежать. Бежать Эра, ну да, ВМП молодцы. Сейчас они разменялись в солидный плюс для себя и начинают. Я смотрю на этого Тайтхантера с Кракеншеллом вторым и думаю, нафига он его изучил, а он просто-напросто железобетонный. Так, взяли здесь Вич Доктора, Тикер подошел. Ну вообще, Кракеншелл здесь просто шикарен, потому что... Ну он недолго будет шикаренеть, я тебе так скажу. Не, я знаю, но Винга, Мирана, Чен, Трин Три Протектора, все это бьет вообще с руки абсолютно все эти скиллы. Опа, Аегис. Ну это, я думаю, уже он специально отдал, потому что фулл ХП, фулл МП, приятная штука. И пока вот этот Кракеншелл с Лордаром будет оккупаться. Уйдет у нас выход наверх, выходит у нас на Мирана, но такой себе это выход, кидает банки Вич Доктор, Мирана спокойно уходит и все, и Вич Доктор пока тратит свое драгоценное время. Сзади заходят, стан, лазер, 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 эть, эть, опасно. Ну и как-то он не дак... Ничего себе, если какой бык у нас он мансует под таваром. Да ужас, у него промахшенный лазер, он его бы убил, от 320 урона же. Ну теперь уже не убьет. Ну теперь он пойдет дальше, дальше, дальше танкует тавар под амплифай дэмэджем, нельзя кликать на Стардара под таваром, потому что тар на вас переагрится и выходит дерево. Выходит дерево, Стардар умирает, у нас убивает Тинкера, но размен 2 в 1. Также у нас выходит тут Вич Доктор, Вич Доктор бежает, надо очень больно, нельзя останавливаться и отлично. Размен очень приятный, взяли Тинкера, за него дали пять сотен голды, но у него уже правда травела есть на такой минуте. Рокет, лазер практически промахшены. Да, и сейчас он в соло убивает почти любого героя. Да, это очень больно. Это очень больно и очень неприятно, тем более еще есть Фурион, но у этого пока нет шестого левела, но скоро будет. И вот тогда начнется веселуха. По кулдауну ульты Фуриона сто процентов кто-то будет умирать. Вич Доктор законтролил иллюзии. Перетяжка на низ, идет у нас Тинкер, нападает на Марш, и Марш вообще офигел от такого и сразу умер. Ребята, что это такое? Сразу умер, да. Что за Тинкер с ракетами, нас такому в Корее не учили, потому что все Тинкеры у нас скачали марши, и по итогу у нас гонится за Вич Доктором. Вич Доктор очень больно и нужно бежать. Пока у нас бегает, пока у нас бегают МВП по Эниксы, тут Эрву начинают преимущество свое захватывать. Чен у нас почти седьмого левела, сейчас у него будут крипы у Фуриона, фактически, ну, скоро Мидасы тоже седьмой левел, и ощущение, что сейчас у нас уже Эрву пойдут пушить, а не МВП, и более... Бам, бам. На стат маны не хватало, выживает из-за этого Слардер. Ну, и теперь нужны аркантапки Венжи Восперед, чтобы было все у него замечательно. Отличная раскачка у нас от Венги, понимая, что основное, что они будут делать, это будут бить с руки, то есть подходить Тауэр, Сумоны, Пенечки, там, Мирана, Фурион, Аур на дэмэдж, она дает им очень много, учитывая, что главная цель это забирать Таура. Блестящие выборы. Верю, что он еще вкачает его в Террор, потому что комбинация замечательная. Сверху Тайдхантер дальше втерпает от Мирана, Мирана у нас вообще делает Линкин сферу, хочет быть абсолютно неуязвимой, и врывается Фурион, врывается Фурион от Тайдхантера, нету танго, чтобы проехать, но есть армор Тента, посмотрели, они его бьют, бьют, но очень больно, но приходит Тинкер. Тинкер приходит и решает все вопросы. Тут Чен, Чен, гонится за Ченом, врывается Слардар, понимает, что Чена не догнать, нужно убивать крипов, бьют одного Кентавра, идут дальше, но как-то ты на это смотришь, и печально становится, потому что с таким трудом он убивает этих крипов. Слова. Да, но в принципе восьмая минута, как бы не должно быть ничего другого для Слардара, этот Arrow Gaming просто такие жесткие, из-за того, что убили Рошана на халяву. Тут у нас, смотри, получается Стартар по лицу, Тинкер раздает ракеты направо и налево, и Тинкер, на самом деле, по такой игре это просто рай, когда ты летаешь, и тебе даже нечем подцепить, то есть вот есть у нас только баночки Вич Доктора, но пока они до тебя долетят. С двух сторон пытаются зажать Мирану, Слардар успевает застанет, реведж, братюня, вот это ты, конечно, погорячился точно. Ну, вот это то, чего не хватает многим командам, они, будучи в полной вот этой вот нехорошей ситуации, умудряются жалеть свои скиллы и не убивать противника. Я не помню, кто играл, какая-то тоже на этой же квалификации команда имела очень плохую стату, очень плохую ситуацию, чуть-чуть не хватало там то в одной игре затащить, то в другой игре, точнее, не затащить, сделать и то один, и то другой фраг, при том, что они проигрывали там со счетом из разряда 2 на 12 и жалели свои скиллы. И тут ребята в этом плане, как не ошибаются, банки. Ну и поймали Вич Доктора, живет, подтянулась сюда Банша, подрубает своих нестандартных духов, Ланс отваливается, Amplify Damage на Винго, пошли-пошли ее ловить жиром, жиром, а тут, посмотри, давят, что они делают, как они вообще, как они еще убивают эти MVP? Ай да молодцы, они переворачивают катку, которую, казалось бы, перевернуть нереально, и сейчас вот этот Rocket Laser вместо Маршей, он не работает вообще никак, потому что Вич Доктор у нас уже имеет хил второго левела. Слардор. Что у нас делает Слардор? Слардор он наглеет, но ничего не получилось. Да, потому что сейчас это шанс для MVP, у них есть хил, им все, что нужно, это Аркан Тапки, причем желательно в двойном количестве, но пока у нас имеются только одни, и надо пушить, надо дальше убивать, потому что бегать по карте сейчас нереально, против вас Тинкер, Фурион, еще там бегает Мирана, это... Мирана сейчас погибло два раза, и ее ситуация немного ухудшилась, но в целом, если глянуть на Нетворсы, у Мирана 4000, Тинкер 5600, 3600 у уже 3700 у Банши, и 3600 имеет Тайтхантер, и вот это самое неприятное, вот это реально это чит. Команда, которая убивает в начале игры Рошана, она его убивает на 10-й минуте, она убивает его на 20-й минуте, и вот ты не можешь, вот они вроде 6-7 счет, и опять убили Рошана, и опять преимущество за Арлгейминг, только из-за этого Рошана. Но у Рошана они драться никак сейчас не могут, 5 на 5, они 100% слабей, как ни крути. Но еще хочется отметить, что их пик, он такой, что этот Рошан просто падает за секунды. Тут монетка, еще какой-нибудь дизатор номера, и тут вообще будет все замечательно, у нас Тайтхантера есть в ультимейте, начинает они под хайцентр, разводить всю команду, стягивают они MVP гейминг, и все, что надо сделать, это занять позицию, в которой Тинкер сможет расстреливать противников. Пока у нас Тинкер занимается фармом нейтралов, но марши только 2-го левела, поэтому его фарм затягивается, и у MVP появляется то самое драгоценное временность, в котором они могут выйти на центр и начать пушить дальше. Баншап подключает ультимейт, начинает пилить тауэр, чем наставить позиции, Сава задувает, подходит Венжи Фулл Спирит, но мало, очень мало у нас эрогейминг. Свардер выехал за Фурионом, Крэшем не достает. Достает! Он доставал Крэшем, просто он не видел, что достает. Забирает Тауэр, гонится за Тайтхантером, Тайтхантер из Айт Рэйвэш на отмашь, надо бежать, ни в коем случае нечестно здесь оставаться, марш стоит в трене, с Таней он умирает, тренд протектор ультимейт никуда, у нас в команде все бежать, минус 1, минус 2, гонится у нас дальше Тинкер, у Тинкера еще приличное количество маны, тренд протектору использует инвис и убегает, и теперь в ответ пуш от Эрогейминг. Да, перефарм сказывается. Конечно, конечно, вот я сказал бы, только перефарм и сказывается. Эрогейминг либо расслабились, либо не рассчитывали, что MVP могут вот таким вот образом собраться и показать, реально поскалиться, потому что, когда преимущество в 2 Рошана, тут уж, тут уж реально вытянуть очень тяжело, я не знаю, какой нужно проявить скилл, какую грамотность действий, чтобы вывернуть эту игру, но пытаются MVP, идет Тайт Хантер, очень сильно наглеет, Слардер откидывается, крашем убегает, Маша, осторожно, Маша, надо быть очень страшно, вырывается у нас Тайт Хантер, начинает отдавать, отличные каски в Мирану, Фуриона, подходит Стардаст, там по двоям, нужно забирать 1 и 2, больно, Фуриона, Фуриона, также забирает, тут у нас Тимберин бегает, чем думает, больно, подходит Винджер, полспирит, забирает, очередной раз идут каски, боже мой, остановите, кто-то его, происходит экшен, спасает Вингу, но... Джонни просто встал, закрешили его, подтягивает сюда Тинкер, лазер, ракета, это очередной минус, трипл килл оформляет DDZ, ну и корнями откидывается тренд, отступают отсюда MVP, подрались они, шикарно, по сути они выбили Аегис, убили Фуриона, убили Мирану, и вот только сейчас, если Тинкер опять оформит какой-то... Ого! Ай, нашли паразиты! Бежит, 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 беги! ТП на Крипа, нужно делать ТП на Кентару, чтобы убивать, но нет, приходит у нас Вич Доктор, начинает он хилиться, увы, хила не помогло, даже приходит Фурион, начинает бить Тайт Хантера, Тайт Хантеру надо бежать, подходит у нас марш, с ультимейтом, начинает прям с ультимейтом прогонять противника, но нечем цеплять, нечем цеплять, нет, гуся выходит, Винджер Фулл Спирит дает 100, и просто бегают у нас. Маны не хватает Эд Хантеру, Арау залетает, попадает в Деспрофит, хороший крэш, Джонни минус, побежали за Вингой, Винга должна тоже отъезжать, это еще один минус, загуляли немного Арау Гейминг, перерасчитывают они свои силы, а тем временем снизу, Фурион ломает Тауэр, вот этот товарищ своего времени даром не теряет, у него уже Некры, Медас, Некры пока первые, вообще конечно с такой игрой Некры уже должны были быть давно третьими, ну ладно. Урна себе делает Винга, если MVP эту карту затащит, это будет что-то невероятное. 10-13, просто в Салатину проиграв первую карту без каких-либо Рошанов, сейчас они отдав двух Рошана, два Рошана, они умудряются иметь всего-навсего 7500 преимущества, но это реально Арау Гейминг, они походу думают, что там вообще произошло, как так? Может и другие уже сели играть? Я тоже не очень верю, что MVP Феникс сейчас сидит и играет. Не, ну если посмотреть на пик, то видно, что как раз MVP Феникс играет именно своей темой, потому что Арау Гейминг, они у нас, конечно, сильны по надворцу, но если мы взглянем на их героев, то вот на ранней стадии они очень слабы, потому что 4 героя нуждаются в артефактах, и без этих артефактов они многого не делают, в то время как про каст MVP он фактически делает сразу минус 2, и от этого никак не избежать. И Арау очень тяжело сражаться, то есть нужен Тинкер в 6 слотов, нужен Фурион Желатин в 6 слотов, еще Мирана в 6 слотов, еще Венжио Фулспир в 6 слотов, и тогда они реально будут именно сплитпушем их бегать и убивать. Но есть Тренд Протектор, который этот сплитпуш начинает прилично каунтерить. Смоуки от MVP. Да, выходит у нас в смоке, но выход такой себе, потому что здесь очень тяжело кого-то найти. Опа, Венга, поймали. Нашли Венгу, но это не самая ценная добыча для такой ситуации, потому что пушится у нас вниз, пропушился Тавер, пушится вверх, и в итоге MVP, даже сделав смок, потеряв огромное количество времени для фарма, возвращаются на центр. Самое интересное, что не боятся Арл, они фармят лес, только что там убили Венгу, разорвали на части, они подходят и фармят. Слардар у нас и таходится, находит у Фуриона, у Слардара есть хейст, нужно прыгать, нужно догонять, цеплять, не отпускать у Фуриона, только один телепорт начинает башить, еще баш, еще один, давай, рываешь! Красава, Тайвхантер исправил ситуацию. Сларда какой-то невезучий на самом деле. Ну там шанс на втором левеле, сколько, 15%, не такой уж и большой, а так спит маленький, тут такое. Ты понимаешь, в этот момент нужно быть как адмирал бульдог и кричать баш, я не знаю, реветь, изображать из себя селедку с этой рукой, которая станет, то есть что угодно, потому что тут же адмирал бульдог, когда он играет на андроиде, у него там сколько шанс корней, я уже не помню какой, но он рутит, по-моему, там 10% минимум, из того, что я видел. Бульдога вообще это не пассивная способность, он ее так нажимает, когда ему надо. Тейдхантер у нас использовал ревэш, плюс они все перетягивались наверх, сейчас идет у нас кулдаун на ТП и Эру этим пользуются. Умер у нас один форион, который моментально пролетит вниз, причем у него книжка до сих пор 2-го левела, что очень удивительно. Тинкер сейчас очень грязные вещи вытворяет, он пытается просто-напросто под тавером, Тейдхантер не сильно ощущает эти машины, я смотрю. Да, у Тейдхантера еще огромное количество регена, на самом деле, Мека у нас слапает Винга, фокусит Тейдхантер, Тейдхантер очень более блестящий стан от Кентавра, станет палку своей Вичдоктор, начинает бить Вингу, очень больно Винге, Винге нужно бежать, но Винга у нас не убегает, Тинкер рывается в гуще событий, начинает его фокусить, Моноледик Тинкеру, нужно также бежать, гонится за ним Стардар, блин кулдаун, и зажимает у нас Стардар Тинкера в узком проходе, и нужно наказывать, нужно наказывать Стардару, Моноледикт работает, но нет, спасает в последний момент Чен, а тем временем Дерево подходит на Чена, говорит, Семечка, иди сюда, Чен ему в ответ дает тест оффайт, и Стардар начинает драться, отличная стрела от Мираны, Мирана, он говорит, Беги, и мой друг, Паночка, и Стардар должен догнать, нету Стардара, но Стардара только Моны не хватает, но он по идее, он бы мог на самом деле убить, но просто рисковый ход, так как там Мирана еще рядом находится, у нас возвращается Тинкер, начинает дивадить, и на самом деле такая-то связка жесткая, Тинкер, который прыгает вперед, танкует вся, все, все убивает, и еще его на базу возвращает, это вообще страшный сон, таких Тинкеров, ну а вот сейчас этот Тинкер Бладстоун сделает, она у него будет практически бесконечная, и тогда у MVP начнутся еще большие проблемы, да, если он еще купит себе Гостаф, то он будет, наверное, у него выживаемость повысится раза в два, потому что фактически у нас магии не так много, да, и то она ауешь, ауе, то есть юзается фактически в любое время, а с Гастом его не бьет ни Сардар, ни Вичдоктор, ни Банша, вообще никто, то есть он будет чувствовать замечательно себя, сейчас постоянно перезаряжать, продолжает. Преимущество не растет, семь с половиной тысяч золота как было, так и осталось. Ну, Рошана нету, ТВРа они еще не забрали, так что MVP у нас держится, идет, инфляция, постепенно у нас наступляет инфляция, и MVP возвращается, тут если посмотреть по уровню, то есть они фактически полностью догнали Аэро, потому что герой, ну, те герои, которым нужен 11-й левел, они его получили, ну, единственный тинкер отрывается у нас вперед, и пока MVP борются, выходит у нас наверх, хотят побороться, дальше насягают, подходит у нас вся команда, кроме Вичдоктора, а Вичдоктор он ключевой, потому что он фактически отхиливает весь демош, который идет у нас. И вот выбор от Мирана, как тебе линкенсфера, очередная и азиатская? Я не говорю, я не знаю, почему вот так вот на эти линкенсферы падки наши азиатские дотеры, но просто когда у тебя такое огромное преимущество, пакуй фастом фейзы, барабаны, яшу и бегай по карте, Овни. Просто кого он еще, против чего, кого он решила защитить этой линкенсферы? Ну, разве что тинкера, который будет вперед прыгать, но у MVP все ауешные, выходит Айдхантер, видит всю движуху, врывается у нас Маша, Маша кулдаун и улья, это очень важно, гонится, выживает ультимейт, но далеко крипы. Ну, оттеснили, будут забирать Тауэр, как минимум. Далеко крипы, да, но Тауэр спокойно забирает. Тут летит стрела. Да. И возвращаются, у нас постепенно преимущества, Слардар тем временем бежит за Фурионом, он охотится по низу, Фурион-то понимает и принимает защитную позу, Слардар начинает забирать крипов. Слардар уже на самом деле, знаешь, он выкарабкался, не смотря, его на его начало, вот на тот ад, который был у него на центре, где Тинкер выступал в роли сатаны, то здесь у нас Слардар уже показывает себя очень достойно. у него и киллы есть, сосиски да имеются у него. Ну, в общем, такой. Не знаю, как он выкрутился, но он выкрутился. Пошел за руной. Оп. Инвизит. Нормальный. Сразу активирует его, прыгнул. Чекнул Рошана. Рошана есть. Сейчас найдет Венжер Фулл Спирит. И еще, кстати, Рошан, на этом Рошане драться надо, ни в коем случае его отдавать нельзя. Слардар у нас. Отлично, кстати, он бегает, он просто патрулирует всю территорию, он теперь видит все расположение вражеской команды и теперь необходимо найти Чен. Чен, который самый сладенький из команды Эрро. Такой сладенький, там Мека. Ну, там Мека и Уль, да, но его можно убить за Сайленс, за Стан, не позволив ему вставать в ультимейт, потому что другие герои, они потолстее. То есть, та же Венжер Фулл Спирит, у нее вроде бы одна медалька, да, но очень много силы. 2.6 превосходства в Венжер Фулл Спирит, да. У некоторых милишников столько нет превосходства силы, как у нее. Это как у Шейкера, например. Ну да, Венга очень жесткая в этом плане. И в итоге у нас МВП, походу, отдает очередного Рошана, и это печально. Банша у нас далеко, Банша у нас сразу не приходит на базу, они хотят его задефить, но забирают его очень быстро. Здесь монетка, здесь Негр 3, здесь просто 1 миллион аур, и Рошан падает. В очередной раз у нас подходит MVP, но куда у нас идет Феникс, куда у нас идет Феникс, тут же очень будет больно. Сыра Егис, есть в арсенале Эрогейминг. Неужели они пойдут драться? Вообще, вот ты смотришь на эту ситуацию, понимаешь, что если игра так дальше будет затягиваться, то MVP будет становиться только сильнее и сильнее, потому что именно замес у них действительно люто, и спридпушить это нереально из-за тренд потектора, который будет вечно отхиливать свои товара, а Слардар будет блестяще ловить Фуриона. Единственная проблема, Тинкер, да, он уже догон себе сделал, 22 минута, тут смотришь на его набор айтемов, понимаешь, что этот товарищ скоро будет реально ваншотить. Ты понимаешь, если Слардар не прыгнет в Тинкера, то Тинкер убьет всю команду. И это не дело, это не дело, срочно нужны хиксы у нас. Хиксы маршу, возможно. Хурион там себе скоро уже тоже оформит какой-нибудь хикс. Поэтому тут, тут самое главное, если Эрро будут и соберутся и будут играть нормально, вот я смотрю на Мирану, она себе БКБ делает. Я понимаю, что парень, в общем, у Эрро Гейминг такое впечатление сейчас складывается, что их мысли следующие, мы уже практически победили, и для того, чтобы нам додавить противника, нужно просто не ошибаться. И они настолько боятся ошибиться, что вот покупает, я не знаю, я бы кикнул сразу из команды вот этого человека на Миране, прям сразу. И забанил бы его на всех серверах ТОТ, и чтобы никогда он больше туда не заходил. Как вообще можно с таким преимуществом? Тинкер, вот Тинкер показал. Теперь мужчина, он показывает, что преимущество надо закреплять, а Мирана у нас пакуется, как будто это... Мирана на то есть стояла, да, фармила, 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 и что она сделала в игре? У нее 0,37 ассистов, однако здравствуйте. Слардар очень больно пострадал, врывается на Миранхинкер, хочет его догнать, но не, Слардар у нас убегает, делается 2 ТП, но это сумму мисс. На ИТП выходит, у нас Тайтхантер получает кучу моноберна, и в итоге теперь ни РВэйдж, ни Мекка, ни Пайп не работают, и так надо поосторожнее. Ну вообще на самом деле, да, когда смотришь на такую Мирану, в этот момент думаешь, ребят, все нормально. Я знаю, там Типуля играет на Миране. Хотя бы, хотя бы, если бы он сделал, ну то есть купил бы себе фаст Мидас, за счет убитого Рошана, да, там делаешь, плюс у него фрифарм был, он стоял против крипов практически всю игру, ему Тайтхантер вообще не мешал фармить, делаешь себе фаст Мидас, и после чего уже пакуешь всякие фейзы, барабаны, яши, и пошел, пошел, пошел убивать противника на ура. Там, у тебя высокий левел ранний, у тебя много айтемов, и Мидас, который обеспечивает тебе постоянно экспуй золото дополнительное. В чем проблема? Что ты покупаешь себе, Линкин, что ты БКБ себе покупаешь? Гонимся за Тинкером, Тинкер у нас сражается один в четыре, его убивает, он доняет себя бустом, да, и на самом деле это отличный подбор для МВП, потому что сейчас каждый фраг для них на весь золото. Появляется огромное пространство, пока у нас Эра фармит весь свой лист, то МВП фармит свой, и преимущество, хоть и по чуть-чуть, но оно как-то так вот сокращается по голде. Кстати, вот еще в сторону Мираны, она же знает, что, ну, постоянно будут у нее Егисы, то есть ей по сути можно было вообще не париться о подобных айтемах, тупо упаковаться в демодж и рассказывать приятные истории. Так, поймали Вингу, убили. Рэвэй, штатхантербахает, все в тинкера, в тинкера вообще ничего нельзя жалеть, это очередной минус. И Эрау Гейминг терпят крушение раз за разом. Дабл хилл с лардера. Вот в такие моменты ты понимаешь, что не все так просто для Эрау Гейминг, где-то тут уже было предположение, что они выиграли. Что есть, есть еще люди, которые могут сравниться с командой Оранж. Ладно, не с командой Оранж, это всего на самом деле один человек это делать, но один человек. Вот что значит дота-командная игра. Даже один человек, один игрок может привести к подобному. Ну, теперь для того, чтобы Мирана, так скажем, окончательно не ударила гуляя с лицом, нужно добавлять еще что-то сейфовое после Блэкинг Бара. Тараску, да. Не, ну просто-напросто ей нужно тогда уже начать фармить, фармить и фармить. Уж раз начал, то фармить до конца, сделать себе 6 слотов, затянуть игру до там нереального лейта, где тинкер 6-слотовый, 6-слотовый Амирана и фура. Ну и как бы, ну тут уже совсем в затяжной игре, я думаю, у MVP шансы не такие большие. все-таки Death Profit, она сейчас сильна. Через еще минут 26 она уже не будет такой жесткой. Слардер так же, его кайтить можно. И все. Да, для всех новоподключившихся, вот она слушает всем еще раз, здравствуйте. Вот сейчас немножко поясню, почему мы так любим Мирану, который у нас покоится в защиту и при этом начинает фармить свое лесо. Ответ простой. Если вы собираете линкен сферу, вы себе делаете защиту. Защита против чего? Чтобы ты и выдел вражеские нюки, чтобы ты забегал во вражеский лес, начинал там байтить, начинал разведывать, показывать, где находится противник, забирать вражеский лес, чтобы они не могли фармить и прочее, прочее. То есть по-другому это чтобы вы начинали доминировать. Доминировать вот в этой территории. А когда товарищ собирает себе линкен сферу и идет в свой лес, и в итоге у него она хабуригинить фактически нечего, потому что в своем лесу крипов нету. Убивать тоже фактически нечего. То есть фактически артефакт он не работает на свою полную мощность. И по итогу у нас MVP частично за счет этого они отрываются, потому что несмотря на то, что Arrow все блестяще делает в замесе, но демеджа у Arrow действительно мало. Если тинкер получает стан, он умирает. И тут уже ничего не делает. Номерана можно вообще игнорировать такую, потому что она демеджи вообще не вписывает. Да, она никакая, ее там слардер прыгает, крэшит и убивает. Самое интересное, что непонятно против чего собран. То есть вот что он доджит? Ничего он не доджит этим Линкином. Если бы был какой-то бэтрайдер, который цепляет, был бы какой-то еще герой, который там какие-то противные скиллы закидывает. Какой-то Леон там с даггером, Shadow Shaman. Тут ничего такого нет. Тут есть амплифай, да, неприятно, но он этот амплифай вешает на тинкера. Зачем ты мне нужен? Мирана, которая с Линкином окей, у тебя 100 урона там еле-еле натикивает и кому-то такой сдался. Да, и сейчас РВ нужно захватывать преимущество, потому что оно есть, но, несмотря на то, что герой их лейтовый, есть в этом такое слово комбинация. И если мы посмотрим на суммарную комбинацию MVP, она на самом деле шикарна. У тебя три толстяка, которые прыгают вперед, держат, там станет дизеблет, а за ними стоит мало того, что есть банша, которая, ну, бьет своим ультимейтом, который хоть и не скалируется с левелом. Есть Вичдоктор, который также может поставить свою палку на 16-м с агонимом, и вот, по-моему, ДПС будет выше, наверное, раза в 4, чем та же Мирана с Блокинг Баром. И по итогу у МИП на самом деле сохраняется огромный шанс для того, чтобы выиграть игру. Вот этот тинкер, тинкер, которых я ненавижу с этими маршами, которые затягивают игру, вот чтобы, чтобы его убили рано или поздно. Ну, потому что парень сейчас вот нас заставляет наслаждаться бесконтактной дотой. Подошел, кинул марш и ушел. Подошел, кинул марш и ушел. или не скучалось. Ему хорошо, он себе уже догон четвертый сделал, скоро будет пятый, дальше пойдет Этернал, и давай, давай, убивать. Пока еще время не пришло. Но понимает Этернал, что в принципе надо просто напросто затягивать, фармить, фармить, фармить. Комбинация у МВП хорошая, но они сейчас ничего сделать не могут, и единственное, что им остается, это как раз таки фармить и надеяться, что в лейте они сильнее. Вот, в общем-то, и все, что я могу сказать. Для этого нужно тренту уйти в пол-фул-саппорт, а Вич-Доктор начинает паковать арты, потому что Вич-Доктор на самом деле здесь уже ключевой групп герой. Да, важный персонаж. И правда, там трент цепляет, Слардар цепляет, также как и Тайт-Хантер, все они дизейблят, выводят из строя, а в это время Вич-Доктор будет наносить, наверное, самый большой ДПС вместе с Деспрофитом на пару, они должны разваливать. При хороших раскладах файт можно выиграть как раз таки именно за счет этого. Но ВД пока не особо уделяет время фарму. У нас блестяще работает Слардар. Слардар просто уничку, он бегает по всей карте и именно старается поймать Тинкера на ход. Вот, 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 вард специально против Тинкера, чтобы найти его убить. И Слардар все время патрулировал, 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 в итоге Тинкером какое-то время, пока его не видел, он вообще боялся куда-либо заходить. И у нас идет пуш, подходит к центральному Тауру. И есть Хил-Вич-Доктор, это, наверное, самое важное, что у нас в этой ситуации, потому что будет он отхиливать почти все. Вот так же здесь у нас Тараска. Слардар понимает, что нужно идти на ход, на перерез, так как появляется Вич-Доктор с Рошан. И если сейчас они этого Рошана заберут, то на самом деле преимущество будет сокращаться, потому что Эрл далеко. Эрл с Маке вообще стоят подражеской базой, Чен об этом даже не думает. Они просто заваливают его всеми скиллами как можно скорее. Ну, потому что особо их некуда-то применить, да? И вот он, сырый Оегис. Ай-яй-яй, какая у нас интересная тактическая Дота начинается. Эрл предпонимает тактику бесконтактного боя, начинают они спидпушить ТВРа, выбываются Тайтхантеры, сколько же денег он сейчас поднимет-то? Посмотри, Крипы, Некробух, просто на-на-на-мачи это все, Гуся еще. Да, там дамаджи даже не остается. Ну, естественно, да, под анкер-смешем. Ты посмотри, минус 72. На двоих у них там минус 120. Это один анкер-смеш Тайтхантера. И из-за этого анкер-смеша тут у нас вырывается Слардар, находит он у нас Джонни, начинает бить Джонни, но Слардар просто умирает с Айгисом и тут подходит Тайтхантер. Нужно вырываться, нужно что-то делать. Но Бернет, Сумана, Тайтхантер абсолютно бесполезен, Тикер начинает расстреливать и нужно в МВП бежать. Они отдали Рошаны команде Эрро, потому что, если они бы отдали его, то, опять же, это вызвало бы огромные трудности в будущем. Так на дефе у них, как минимум, там, какие-то байбэки будут там на хайграунде гораздо проще драться. А если у противника Сыра Егис, то совсем меняет ситуацию. Тут пишет про тебя, Рэнда. У него горит на этом Мирану до конца игры будет. Тут любит. Очень много внимания уделяем этому герою. Ну, а кому тут еще внимания уделять? Не надо заживаю. Давай без этого. Ну, в общем... Хекс появился у Фуру. Да, продолжается у нас дальше движуха. Находят у нас банша Тинкера, они начинают ждать. Тинкер у нас получает дэмэж, начинает бежать. Нужна подмога, врывает Сайтхантер, начинает у нас всей командой пинать Тинкера. А этот парень как бы... Этот парень красавчик, что я могу сказать, потому что он свое дело знает. Он понимает, что, в общем, Теравейшу они не используют уже минут 15 в замесе, потому что драк нет. И поэтому нужно ребят наказывать. И на самом... Тем более Тинкер, это не кто-то там. Да, и на самом деле сейчас в MVP все уже более-менее наклонолаживается, потому что комбинация становится сильнее-сильнее с каждым разом. И вот ключевой герой Виш-Доктор, он реально просто чудеса творит за счет своего хила. И тренд протектор. Пуш с некробуком, любой хорастовый ров, нижнего, верхнего, это все отхиливается армором. И как бы у нас не старались, у нас Эро начинается выход, нападает на Мирану, врывается Слордар, нападает на Чена, Чена очень больно, врывается также Банша, Чена сразу срывает. Бегут за Вингой, иди сюда, малышка, говорит Слордар. Не брожало ничего, у нее даже хп просто. Хватает за волосы, да, Миран убегает, Линка так и не использована, боже мой, какой право, даже не повесила ни на кого из своих союзников, боже ты мой, какая-то жесть. И в итоге, MVP у нас сделает камбэк, забирает второй тавер по верху, Фурион пушит вниз, но это не важно, потому что MVP перешли реку. Да. Зато у нас врывается Тингер, начинается драка, Вич Доктор убегает, Вич Доктор нужно отхиливать, учитывается Смок, но не догоняет, и начинается погоня, погоня за Вич Доктора, нужно поймать ГМ, ваши права, спрашивает Фурион Вич Доктора, у Вич Доктора их нет, и в итоге, Фурион наказывает за такое. Ну, более-менее. Ну, хоть как-то, что-то они хотя бы сделали, но Arrow огрызаются, при всем том, что как раз-таки огрызаться должны MVP. Я вот думаю, как бы шла игра, если бы они не забрали этого Рошад на первом левле, потому что MVP показывает, что на самом деле разница в скеле не такая сильная, потому что как одна, так и вторая команда показывает, что они слабы в сплитпуше, ну, действительно слабы, то есть, показывает, что очень много уязвимостей с их стороны есть, и тут Тингер у нас срывается на Баншо, начинает ее разминать, но разминать ее бесполезно, потому что у нее есть Тараская. Да, тут ХП очень много, чтобы убить Дест Профит, надо знатно постараться, тем более, там еще всякие Леви Норморы. Да, там можно на всю ману раскастоваться, а на кастовая нет. Ну, вот Этернал будет, тогда там дамаг входить хорошо начнем. Ну, вообще, когда будет Этернал, у меня есть чувство, что нужно всей команде MVP паковать худые, потому что ни один герой не выживет вообще такой прокаст без худа, там, допустим, Вич Доктору, Тренд Протектору, Тинкер их соло всех поубивает. И да, с этим надо что-то делать, у нас выход на низ, выходит Фурион, у него Хекс, у него Хаставра, ходит у нас Тренд Протектор Тинкера, нужно врываться с Лордару, слывается на Тинкера, нужно БКБ, БКБ не прожато, начинается драка, огромный прокаст в Слордару, но есть сыр, начинает бить Тинкера, Тинкера очень больно, прокаст в этого, Фурион его почти спас, и гонит у нас Фурион, у Фуриона бегает с Хастой, Хаста заканчивается, очень тяжелые времена у Фуриона, хочет улететь, но тут Слордар, ранкер, смеш, иди сюда, точнее, Слизенгаш, начинает бить Фуриона, и минус Фурион, а тем временем на топе падает Т3 Тауэр, очень неприятная ситуация, ставит Вич Доктору Тимм, получает Ару, и Вич Доктора здесь наказывают. Нужно держать Тауэр, нет, Тауэр у нас падает, Банша вообще неизвестно где, Банша без ТП фармит низ, хотя она вообще ничего не сделала, и начинает бить Бараки, бьют Бараки, и Банша на самом деле меня удивила, потому что она, она разменяла свой Т3, который можно было бы отхиливать армором Трента Протектора на Тир 2 снизу, который так и так бы упал, не знаю, там через 1 миллион лет. И Мирана, прошу вас оценить, вот она, вот она наша девочка, да, покупает изолятор, теперь у нее все замечательно, теперь она вносит большое количество дэм, и теперь мы будем хвалить ее до конца этого эфира, умничка, вот так играть и надо. Ну, у нее, во-первых, есть целый фраг, начнем с этого, и всего 3 смерти, Линкин как бы себя окупает вместе с БКБ, так что все нормально. Там Чена 3 смерти, у которого нет ни Линкина, ни БКБ, но это не важно, в любом случае, Линкин плюс БКБ комбо очень сильное. Сама комбо лютая, ты просто не у зима, согласен. Тут у нас Фуриан тоже собирает БКБ, и вообще, на самом деле, они так, уже пакуются, считай, на замес, потому что, когда вы покупаете БКБ, то это ориентировано на то, что вы будете идти и драться, так как сплитпуш, это БКБ, сейчас он вообще-то не даст ничего. Слардар башит любого героя, и против Ганга вас это вообще не спасет никак. Вот Слардар купит себе Тараску, и тогда его еще сложнее будет остановить. когда, знаешь, когда все купят Тараску, я вообще думаю, у нас MVP просто пойдут. У них и так, в принципе, толстые герои, даже без вот этих айтемов покупают Тарасяны. Там уже... И несмотря на то, что у нас преимущество растет у Эрл Гейминг, у них слишком помойные артефакты, потому что ни Некробук Фуриона, который вот у него есть в Запаке, он не используется, ни Некробук Чена, это в сумме у них, по-моему, на троих, там где-то в сумме там 5500, они не окупаются, потому что они не используются, а чем дальше затягивается игра, тем они слабеют. Вот у нас Тингер начинает шалить, фармит он просто вражеский иншент, и врывается у нас на Мирану, Мирану убегает, Линка, Линка работает, давай беги, девочка, врывается Слардар, врывается Покемона, нужно Тайтхантер убежать, а то сейчас гонит Суману, отличный реверч в одного Чена, начинает у нас нарезать, гонится за Ченом, Чена у нас забирает, забирает Мирану, это минус 2, и МВП браво, МВП продолжает у нас идти вперед, они настигают, и они сейчас могут просто идти... Фурион толкает низ, Фурион уже дошел до Т3 Тауэра с Некрочами, не очень приятная ситуация, Тауэр нужно дефить, врывходит нас Тайтхантер, и тут он дает Анкер Смэш, можно Шиву еще дать, до Шива, и крипы вообще не бьют, то есть фактически Тайтхантер остановил нас весь пуш, но Деспрофит в миде толкает линию, товарочек сломать не удастся, надо отступать, Деспрофит нас понимает, да, что без ревейджа все-таки дело не так, не такое легкое, потому что легко свапнуть и всей командой запоминать, и МВП постепенно, постепенно сокращает свое отставание, игру, а потом еще затащит третий, какая же это будет хохма вообще, не знаю, со всех людей, кто там играет по 5 лет доту, чтобы вот ребята у нас, корейцы, вошли в бой, и к успеху пришли, теперь, что мы видим, Некракбук Фурона дальше начинает кормить у нас МВП, потому что сейчас он нападет на Тавр, который он уже отхиливает тренд любой ценой, при этом Тайтхантер сверху забирает стабильно по 400 голды, Тайтхантер у нас уже купил Травела, я чувствую, что у нас уже и Тайтхантер скоро пойдет у нас, Тараску, Как-то это что сейчас было? Все такое, цепляет у нас Тинкера, да, и в итоге, на самом деле, все очень замечательно, Тайтхантеру реально вот сейчас покупать Тараску себе, и потом шестым слотом хоть какой-то хекс или рефрешер сварить, потому что хексы или дизейбл очень нужны, все-таки в 5 на 5 они уже слишком сильны. Так, у Тинкера 3600, есть деньги на Этернал. Этернал, да, Этернал, и вот это будет очень долгий момент. Заряды Бладстоуна у него только не копятся, он постоянно суицидится, и в итоге... Ну и по такой игре на самом деле у меня есть ощущение, что ему скоро нужно будет продать Бладстоун, потому что уже заканчиваются слоты, уже скоро у него нужно будет освобождать под Солринг, а потом какой-то хекс или, ну, другой артефакт, а-ля Шива, они будут полезнее этого Бладстоуна в 10 раз. Тут у нас подтягиваются понизу, вот, дали бы добить Вичдоктору Аганим, я думаю, все было бы, не знаю, в 2 раза проще в драке, потому что он просто лютый дэмэдж выдает, но нет, у нас Тренд Протектор и Вичдоктор стабильно выполняют свои работы, покупают, наверное, все ворды и не трогают вообще крипов. Вот фармит Слардар, стоит в Инвизе, и, ну, свое дело ребята знают. И, кстати, вот Инвиз Тренд ТА, это очень классная тема сейчас, потому что они способны нападать с него, подходить сзади, подходить сбоку, что угодно. Тут у нас бегает Тренд, уже очень осторожно, очень опасно себя ведут, тут видит вся команда эра противника и MVP нужен гем. Пока у них нет гема, их видят, их видят, причем их видят по всей карте, смоков у них мало, их не так удобно использовать. И что интересно, Банша у нас покупает Кирасу, вот это да. Тренд вступует, встал, ждет Рошана. Банша у нас покупает Кирасу, тут нашли крипов Чена, это еще дополнительный фарм, что замечательно. Это не баночки. И Этернал появился у Тинкера. Есть 16, врывается Тинкер, нападает на Фокт, но он не ожидал, что вот это комбинация, слушай, ты смотри, что творят у нас Эро Гейминг, тут Рошан получает срывы. Это очень страшная комбинация, потому что Слардер, у которого там почти Тараска, только что чуть не умер с одного прокаста Тинкера. Ого. У нас врывается на Слардер, начинает пинать Тайт Хантера, Тайт Хантера очень больно, из-за этого рвей, чтобы убежать, беги, беги, Арбузик, хорошо, Арбузик у нас уходит, ультимейта нет, врывается на Вич Доктора, Вич Доктор сразу падает, и вот теперь, я думаю, MVP понимает, что им нужны Хексы, потому что останавливать такого Тинкера можно только Хексом, и, по-моему, больше ничего не спасет. Ну, вот этот Хекс может только купить Дес Профит, у нее 3000 голды, но я так понимаю, ей сейчас больше на бэйбэк надо оставлять. Ну, вообще, я бы покупал Хекс, потому что такой Тинкер он будет просто карать, он будет карать всю команду, теперь нужен Хекс у нас и Тайтхантеру, или желательно ему Тараску, не знаю, ну, Славдару, он прыгает и так, и очень, короче, очень тяжело все випить, все очень печально. Когда у вас один герой, который просто прыгает, как кузнечик по всей карте, который способен за секунду выдать там под два косаря демеджа, то да. Который находит любого героя, и с поддержкой Фуриона, у которого уже почти 6 лотов, он его убьет, то вы можете перемещаться только в пятером, и Эрогейминг могут дальше фармить всю карту. Теперь единственная стратегия, которая реально актуальна, это дать Тинкер нафармить 6 лотов своими маршами, потом дать ему нафармить еще сверху 25 тысяч голды, которые он заберет у всей своей команды. В это время вы тоже оденетесь все 6 лотов, и вот тогда Тинкер уже более-менее будет бесполезен, ну, потому что сейчас... Поймали Тайтхантер, дает проказ, срабатывает Кракеншелл, пытается уйти отсюда Тайтхантер, и уходит Ливенормор, нет, не уходит, Тинкер его не отпустил. Йолами подняли, Банша раскастовывается, поставили Дезвар, ДДЗ под Инвизом, нечем просветить, да ладно, ребят, серьезно? Вот это прикол. Радиант, Мид Тайвер, не это ничего. Мирана бы еще Линкен вешала бы на Тинкера, цены бы и не было. У нас фурCon те же время спидпуширует базу, начинает забирать бараки, подходит у нас Лордар, видит у нас Фурка, но Фуреон улетает, нужно забирать микробук, еще 200 галды, и еще 200 галды, опааааааааааааааа.. А телепорт-то сбили? Подрывается в АКБ, есть Сир, прячет себя. Тепааааогоаш, улетает у нас нет тренд не отпускает тренд юзанал ультимейт и здесь фурион должен умирать тинкер улетает обратно тинкер имеет 4 косаря голды до этот момент mvp наверно рада тому что не фирспика взобрали от тренд протектора потому что он сейчас спасает всю катку он просто лечится за свою базу как последний хиллер ну и уже у нас такая начинается игра light game где уже просто интересно кто что соберет потому что артефакты ну в общем потому что денег очень много но у this profit я думаю точно планы на хекс только надо полностью на хекс накопить и взять его сразу я имею ввиду я имею ввиду команду противника аэрогейминг потому что у нас ты посмотри у нас чен уже 3500 он уже походу не знает что себе купить у тинкера 4000 и в целом то все хорошо миран у нас уже покупает бабочку она продолжает паковать мира не по-прежнему отдают аегис что очень странно при я бы отдал его тинкеру у которого есть фоу ринг потому что у рингом уже в принципе не нужен ну да не так много он раскастовывается любому другому просто можно отдать аегис так и вот вич доктор покупает гем делает он то что надо но да пока нужно тренту дать дофармить свой блин и я в очередной раз у нас защитная поза спасибо большое тебе айсфрок за то что ты сделал тинкеру такие замечательные марши спасибо тебе огромное за то что мы смотрим и наблюдаем за чудесной дотка как один герой просто может отпушить миллион лайнов его не видно его загангать очень тяжело в перспективе он еще своими вот этими пью 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 всю вражескую команду убивает на самом деле хорошо то что у тинкера есть первый второй спел и догон но еще подразумевает это наоборот здорово это делает доту крашу это скилл шо там где можно попадать целиться все дела а когда у тебя есть марши то вот этот скилл я считаю нужно менять потому что начинает доту убивать нельзя вообще вот это вот вот шо это такое он прыгает бегает в лесу его не видно лайн пушится опять шоб ты всю жизнь играл знаешь апмм на тинкерах вот таким путем не знаю пока не состаришься шоб ты понял шо ну его нафиг кстати вот смотри стартар у нас делает бкб это не самый лучший артефакт потому что его убивают не не потому что он вот как бы у него нету аватара да из-за того что просто у него недостаточно хитпоинтов у него всего две тысячи для стартар это очень мало тут у нас да и вообще ему бкб не нужно потому что дэмэджин как таково не дают нашли у нас чена начинает бить чена чена вызывает некробук сладар гонит вырывается арбузик начинает напинать чена чена больно нужно гнать дальше нужно найти хоть кого-то в этот раз у нас есть проказ от тинкера минус сразу вич доктор сладар прыгает цепанули все таки тинкера но вот подставился он подставился умер дэс профит уходит сверху начинает бить базу рвать стрельп протектор с блинка тут же подходит у нас дэс профит очень больно фуриона но 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 фурион улетает бкб свое дело снизу драка продолжается цепанули венгу венга отваливается погоня за амираной что она там делает у венга они остались драться и думали телепорты какие-то сбить а по итогу ничего не вышло и мвп у нас продолжает спасать катку тинкер из-за того что что там есть хекс вот как бы проседает ему надо линкин у кого хекс есть у дэс профита ему надо линкин брать у него 5 косарей да вот теперь линкин который номера не будет работать и да я согласен что сейчас ему линкин наверное один из самых лучших артефактов потому что по-другому ему выживать никак сейчас у нас вот оценить что делает тайтхантер тайтхантер хотел сделать рефрешер он себе уже купил квартир став вот эту вот штучку на рефрешер но он потом похоже и продал понимая что не особо если нужен рефрешер потому что драк все равно нет да все равно нужно ловить какого-то героя или выживать ну и в итоге он пакуется у нас на выживаемость ну-ка да пакуется у нас на выживаемость и планирует купить black king бар ну вообще в поддержанской войне я вам сразу обрадую black king бар вам не особо нужен вот не считая сплитпушер в котором нужно выживать тайтхантеру нужно наоборот этих сплитпушеров ловить и нужен контроль нужно больше хексов потому что один хекс дэс профит он уже как ситуацию изменил а если их будет два то тикер на самом деле в драке вообще быть никуда деться потому что если сейчас у нас могут свапнуть баншу и зафокусить не позволив ей дать си ей си ей артефакт то когда будет два героя то уже и винга не спасет то есть тикер будет стабильно получать овцу и у нас мвп отгоняет противник отгоняет вот умничка ты умничка еще тренд протектор он бегает в инвизе и ищет тинкера он уже готов его пойти и убить то есть это на самом деле вот когда люди играют на ход это начинает показывать то что они уже начинают понимать доту именно вот именно вот эти вот майнгеймс которые за счет которых у нас и происходит аутплей да аутплей на высоком левеле слордар у нас уже бкб себе купил все таки ну бкб на самом деле средний результат учитывая что хекс у нас инстат что передачу нет тренд протектор хотел найти тинкера но нет но они молодцы какие же у нас мвп красавцы потому что они продолжают дальше стараться поймать вот этого засранца который который дальше начинает сплит пушить но и в итоге смотря он сплит пушит сплит пушит они подошли к очередному таверу бараки целы бараки они вот под защитой фурион их быстро не снесет тинкер у нас дальше продолжает тут шалить вот у нас кидается наши понимают что он здесь но поскольку боже мой сколько он этих машин понакидал ужас какой то как вот под ними просто стоять очень больно да очень больно для всей команды мвп но все таки товар падает и вот вич доктор он молодец вич доктор у нас отхиливает всю свою команду в это время фурион идет по верху но кому это интересно друг мой у тебя некробук который ничего не делает и вот я прошу заметить чена чен бегает у него уже 400 ну надо купить хоть что-то я думаю не знаю хоть давно сейчас вообще самое адекватное это выходить в очередного дамагера потому что аркан тапки ему уже не нужны он бегает у него всегда фулмана он вообще ничего не использует наверное уже последние минут 20 закупить ему владмирский расу на команду да чтобы он помогал потому что сейчас вот он реально кусок он ну мека вообще уже никого не удивляет да на 50-й минуте когда в тебя влетает там две тысячи дамага за одну секунду некробук он вообще не использует он даже его для фума не использует даже чтобы варды убить вражеские он его не использует то есть некробук он абсолютно не юзабелен ну и аркан тапки все остальное то есть вот эти вот восемь тысяч они сейчас не делают вообще ничего единственная польза это в драке ты можешь сбернуть мону тайтхантеру да ну и только а драк у нас нет и тайтхантер ты посмотришь он дальше у нас делает форекс он понял опять что он бкб бесполезно потому что ну как бы он слишком много понимает он понимает он растет не по дням не по не по дням не по дням не погадал не по часам да и у него теперь тараска вот это самый крутой выбор почему потому что у вас есть анкер смеш который вас блокирует у вас есть огромное количество амор у вас есть резист и купив и купив тараску вы сделали себя фактически в полтора раза живую ну вы стали в полтора раза сильнее в прямом смысле слова и убить вот такого тайтхантера будет очень тяжело потому что фокуса банально не хватит тинкер даже если даст свой проказ то 3200 хп под пайпой это ну убить нереально летает ракета до 100 хп мы сносим даже не заметно что в принципе что то произошло да и теперь у эра небольшие проблемы потому что пакуют они полный трэш из этих из этих артефактов они вообще ничего не вывозят то есть у них очень мало дэмэджи венга у нас вообще не вы не вывозит кэри хотя на пятьдесят второй минуте когда у тебя есть вся карта то тебе просто необходимо пойти и купить эти шислотов потому что ну а ничего не происходит а полезным быть надо но тут уже видимо влияет такой факт стереотипов да знаешь что типа вот я саппорт у меня артефактов быть не должно да но когда у тебя будет 80 минута у тебя уже все будут с артефактами и как ни крути но паковаться надо учитывая что венджер фулспирт это один из сильнейших лейтгеймеров если она хорошо одевается только пасивочка чего до This� у неё отличная соты врывается на м夏 на мlicht отходит вся команда подходит трэн Easy Stans находит у нас Chess снизу тем временем тайтхантер вываются на Фуреона и мвп они расстреточены по всей кафтой это очень плохо врываются тайтхантера дают ему хекст тайтхантер дает ревч правильно делать чтобы не жалеет дают еще раз прокаст но Тарассочка трассочка делает свое дело и уж фулп дальше тинкера не хватило монстрUM чтобы сп��릴 этого тайтхантер Тайтхантер, браво Банша у нас идет по центру Начинает она, прикольные духи у нее летают Начинает она пушировать центр Очередной тавр забрали И тут врывается Вичдоктор на Фуриона Иди сюда, мой хороший Думает еще Вичдоктор Боже мой, зачем я вообще сюда пришел Врывается, начинает Тайтхантер Проказ Вичдоктор Вичдоктору больно Врывается, Банша нападает на Фуриона Дает хекс Тинкеру Тинкеру очень больно Тинкер может сейчас погибнуть Врывает БКБ И баши Нужны божественные баши от Стардара Давай, иди сюда, мой сладкий пирожок Сладкий Бабалех, я тебя шатал И все, это минус Тинкер Замечательно, делаешь тут нас с MVP Дави терпил Дави Тинкеров Чтобы их замочили Тинкер так-то не терпило Тинкер так-то молодец Не, Тинкер-то молодец Я просто вот респект тому, что делает этот Тинкер Но дизреспект за его марши То есть вот чем больше он кинет в марши Он не виноват И он такой Теперь мы видим, что Блэк Кинг Бар на Тинкере Кстати, врыв сверху Он испытывает у нас на Тайтхантер Но он уже по-моему это проходил Тинкер понимает, что таким Тайтхантерам дело иметь не стоит И лучше просто кидать марши Но MVP и MVP Они каточку более-менее потихоньку вывозят Теперь нужно забить на Рошана Потому что уже никому не нужен Ни этот Цир, ни этот Аегис Нету также у нас Ревейджа Заходит у нас Тренд Протек Заходит Слардар Дает стан этому Ну-ка, ну-ка, ну-ка Забирает у нас Аегис Мирана И тут опасность ММП сражается, но никого нету У нас убивают Чена Также у нас летает Мирана Прилетает Фурион Начинается драка Фокусит у нас Мирана Миране очень больно Миране нужно прыгать Прыгает малышка, как кузнечик Врывается венга Начинает бить Трента Слардара пинает всей командой И это та самая ошибка Нужно бежать MVP всей команде Бежать и не останавливать Слардар бэйбэкнулся Бежит у нас Банша Ну, размен так более-менее То есть, вот этот Аегис Вот уже на этой стадии Аегис Ир Они вообще уже ничего не решают Потому что Вот эта вот битва сплитпуша Да? Фурион 6 лотов Ну, почти 6 лотов У него 5000 Он сейчас будет покупать артефакт Тинкер 6 лотов Мирана 6 лотов Ну, вот у нее есть Аегис Да? Но она вообще ничего не делает По игре То есть, я Мирану вообще не видел В ближайшие минут 20 Она где-то бегает Но мы с тобой И айтемы как бы не появляются Да, и мы с тобой ее не видели То есть По такой ощущения На топе Поймали Слардара Или непонятно еще Пока кто кого поймал Поймали, скорее всего, Фуриона Разрывают его на части Тинкер Очень больно у нас Слардару Слардар танкует Рывается Банша Начинает фокусить Тинкер Тинкер у нас убегает У Тинкера не хватает Маны Но у него есть блинк Он блинк аут И уходит Размен более-менее Забрались Слардару Которого нет байбэка И сейчас это шанс для Эрвов Пойти и завершить катку Но вообще Смотришь на героев МВП И понимаешь Это не так-то просто Потому что... Ну, есть Аегис У Мираны Как минимум Пусть она там, конечно Не такая уж и жесткая Но вроде как уже С Баттерфлейм Дезолятором Но она должна что-то раздамаживать У неё ещё и Под пассивкой Винги Подавры и Винги Дэмэдж дополнительный идёт Ну, ДД сейчас закончится Может быть Т3 Тавер успеет Немного побить Под этим дабл дэмэджем Урону очень много Роу Не попадает Ну, Мирана очень трусливая Она даже под ДД ни разу не ударила Тавер Нужно бить Тавер, да Нужно бить Тавер И это шанс для Эрвов Прямо сейчас закончить катку Потому что сверху у нас Тайтхантер развлекается С Форио Развлекается он с ним очень хорошо Бьют Тавер Так, нету Глифа Нужно драться Нужно прямо сейчас врываться И хоть что-то Я слюю про Фокон вообще в никуда Винга должна сейчас свапать какую-то Баншу И надо её сразу фокусить Нужно бить рейнджовый Барак Нужно бить рейнджовый Бак Ребята, врывается Тинкер Фокус Баншу Начинает драться Чен просто танкует Разводит на Сыр Начинает бить Бараки И первые Бараки падают Пока падают Бараки у нас Чен на два Сыра Он пока ещё ни один не потратил Он вообще не потратил Сыр Я понял Это стратегия такая Ясно Забирает у нас один Барак Фурион тоже умирает Да, забирает у нас Начинает падать на второй Барак Мирана у нас БКБ Но она его не юзает Тайтфантер юзает Ребач Винга отваливается Выбили Аегис И здесь Тинкер должен прийти как-то помочь Вот он Тинкер Трэнта минусует Под БКБ Мирана забивает болт вообще на всё Тупо ломает Бараки Там пока принялись за Тинкера Тинкер рефрешится И прыгнуть ему не дают Но Тайтфантер, если даже Гаш ему даст Всё равно тут убить Вроде получится Тинкер отвансуется Мансы, 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 мансы Тычка Но это они пока бегают Мирана там всё сломала Тинкера Тинкера убьют Ты ж посмотри Ничего смеш не работает под гастом Чен отхиливает Неужели убьют? Вейв Эть 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 Да ладно Надо быть этого не может Убегает Тинкер Мирана под Сайленсом Хекс Линкенс сбили И Мирана Ну Мирана тоже убежала Это просто Это просто отсутствие контроля В виде команды MVP Сейчас мы видим как решает Один элементарный Хекс Который способен убить у нас кого угодно Для MVP это сигнал Всё что надо делать сейчас Это просто и тёл им по центру Потому что дальше терпеть нельзя С двумя сломанными сторонами Против такого пика Да вообще нереально Да И вот теперь нужно двигаться Просто Крофизносу Но Двигаться вот так Нужно идти Да Идти и прям сейчас заканчивать Потому что дальше играть нереально Мне понравилось Кстати как Чен у нас Имеет вас сыр и не прожал Может быть он их оставит команде Такой значит Ну может быть Да У нас во время боя Выложит Передаст И там какая-нибудь Мирана У нас его скучит Ну сейчас Миране можно отдать Не Миране уже Ага Ей даже уже некуда Тинкеру Ну и всё МВП идут Прямо сейчас нужно Нужно вообще игнорировать То что есть какие-то фуриона То что у нас Могут он пойти на трон Врывается на Чена Нападает на Чена У Чена есть сыр Но он пока его не использует Также у него нет байбайка Да он издевается наверное Бьют Чена И в итоге два сыра с Ченом погибли Всё нужно идти до трона Прямо сейчас Идти до трона Выходит у нас Венжи Фулспирит на центр Непонятно что у нас делает Винга Винга у нас ошибается Врывается слабдар Бьют у нас венгу Венге очень больно Это уже минус два И нету байбэка И это шанс Нельзя Нельзя лететь Защищать Нужно идти И до конца убивать Ребятушки Ультимейт даёт Трин протектор Но фурион Фурион у нас Мирана крита вылетает И вот он На 59-й минуте Керри Мирана Всё-таки убивает Вражеского саппорта Хорошо Третий фраг Керри Мирана У нас убивает А МВП ошибаются Зачем ребята Вы дефите Когда у вас был шанс Просто пойти И закончить бараки Да есть фурион Который может сломать вам базу Который сделать мега крипов Она и так упадёт Эта база Но в пятером Да В пятером Вы просто можете Наломиться на трон И убить этот трон Потому что по-другому Ну Деспрофит вообще рефрешер Да То есть У неё два хекса Два ульта Кстати Прикольная тема он сделал Учитывая то что Ультимейт у нас ДП довольно долгий 115 секунд То это хорошо работает Тинкер покупает хекс У него ещё 2 900 И Бладстоун Не хватает мвипи опыта Нужно больше его Далашу Он выкладывает травела Это прикол такой Подожди Что он делает Он хекс положил стаж Он просто положил хекс на запас Знаешь Будет Те факты Это конечно Так сладненько Взяли Трента Тут очень сильно Проседает Мирана У Мираны Не хватает Опять же Какого-то лайфстила Проблема очень большая В этом плане У неё ДПС Вроде уже хороший Но если её продамажили Ей нечем восстанавливаться Смотри какие у нас Засранцы Бегают Бегают у нас Покемон Наносит Демочную Продолжает Камбить мвп Мвп этих покемонов Забирают Тинкер начинает У нас харасит За секунду Опять забивает Вичдоктор Вот то что я мне говорил Без худа Вообще можно не высовываться Никуда И в итоге начинает бить Забирают у нас очередной барак Забирают у нас Роджовый барак Это мега крипы Это минус вся база И мвп Не использовали Единственный тот шанс Который им Эрл подарили На равном месте Нападает у нас на Мирана Начинает её фокус Очень своевременный Свап За счет чего Мирана всё-таки выживает Вправили её на базу Ну и опять же Даже сейчас Ещё шансы остаются С мега крипы Хотя Смотри что купил у нас Мирана Тайтхантер может остаться на базе Два бутсов травела Мне почему-то показывало Два Ну травела себе купила Окей Это круто Тинкер бкб Когда в кулдауне Выкладывает Берёт хекс Вот что он делает Красава Слушай Ничего себе Может быть кто-то так и делает Сейчас скажет Да он жёсткий Ну это же жёсткий Если он так делает Я такое вижу вообще первый раз На профессиональной сцене Ну не часто игры Затягиваются до такой степени Чтобы вот такие айтемы Вообще Вместо Бладстоуна Мол ну видишь И Боттл как бы не продаёт Прилетел Заюзал Выложил Вот он Не это уже по-моему Слишком оверлевел То есть Боттл Южает на такой минуте За тинкеры На 61-й С таким Монорегеном Ну его нафиг Ну его нафиг Этих Азиатов и корейцев Некры 3 купить Прилететь Вызвать Улететь обратно Там да Да уж Продолжается у нас веселуха Теперь MVP уже Напоминает мне трою Которые Вот знаешь Там Их осаждают Исаждают А они всё равно Не сдаются Стоят до последнего Но Увы Когда вот Шли на трое Мегакрипов В то время ещё не было Да Были Были обычные люди А здесь они есть И очень тяжело Тут посложнее будет Ну у них зато есть Тайтхантер Который вообще не ощущает Этих мегакрипов В принципе Другой вопрос То что Они его тоже не особо Ощущают Но Во всяком случае Сдерживать натиск Он может Плюс тут ещё Всякие разные Строения стоят Которые тоже Как-то более-менее Втанковывают что-то И Сдерживают Мегакрипов Этих Но я не знаю Просто что тут Слардер Слардер не тот Керри Который бы там Сейчас нафармил Пошёл рейт кликом Базу бы сломал То есть профит тоже Как бы не тот персонаж Если бы она могла Две ульты одновременно Включить Как этот разор Может сделать То да Она бы прилетела И размочила бы Эту базу за секунду Вот она что-то себе Купит сейчас Ещё одну тараску Ой-ой-ой Радианс Для того чтобы Дефить Это Абусал вообще Боже Что я вижу Больший контроль Я на самом деле Думал что Радианс Ну это нелепо Было бы конечно Ну хотя бы что-то Против мегакрипов Ну Абусал это жёстко Получается два Два стана Два хекса Это Реально неравная битва Какая-то получается Урывает Сайтхантер Дает ревеш Ревеш по одному чену Миран начинает драться Начинает убивать одного Убивает Принт протектора Все эти мой Фокусы с Клардара Сайтхантер Сайтхантер убивает БКБ И говорит Идите сюда Мои дорогие Привет Подцепила Тинкера Что самое главное Юзайца Абусал 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 Да это у нас Дэдс Профит Убивает одного Убивает второго Но Ну рефреш она не прожала Ну что ж ты его жалела Та подруга Ну сейчас ты нажми рефреш И хекс Вот Линкин Абусал что-нибудь Бей её ногами Грызи её Эх Ну обидно Но это была ошибка Нужно было раньше Нажимать рефреш Слардар прыгает Крэш Тинкер очень побитый У него там буквально 200 хп Ароу залетает И Шиба попадает Тинкер отваливается Есть байбэк у Тинкера Три байбэка моментально юзается Слардар естественно попадает под фокус Джонни даже выживает Джонни кстати два сыра-то потратил ГГ Э ну Это Просто не игра Это что-то Невероятное Как такое вообще возможно Каким образом могли И я вот сижу и думаю Как можно такую игру превратить Вот в это Каспер Да я вот тут вот сейчас Квас тут так Включаюсь Да-да-да В общем вот всё Я не знаю Я так не рейджился Понимаешь Я не рейджился так С тех пор Как Как играли ДК с Айджи Это были просто мелочи Понимаешь ДК с Айджи Это просто Знаешь Профессионалы своего дела Вот сейчас мы видели то что получается Когда макаки дают гранаты А они не знают что с ними делать Вот у типов есть Типа миллиард бабла У них есть миллиард времени И они не знают что с ним делать Вот я говорю про команду MVP в частности Но им это можно простить Они играют в доту полтора года Извините меня То есть от них ничего нельзя ждать Хорошего Но то что делали Эрогейминг Я вот так вот сидел И просто охреневал Не говори ничего про Мирану Не надо Да всё Я про Патву Это вообще забей Понимаешь Она могла купить Вместо этой линки Себе там Мидос Барабаны Аквилу И фармить Бегать Гонгать Там Всё что Всю карту Всё вообще Чувствовать себя королевой А в результате Она покупает линкинсферу И пиу 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 В своём лесу Да в своём лесу Я видел только Фуреон Тинкера поиграли Я вообще не знал где Мирану бегает 20 минут Аж не следил за ней Нет Фуреон Тинкер Это стандартные Такие задроты своего дела Там Тинкер Особенно там прилетел Улетел по кусак Закинул Всё нормально Фуреон точно такой же Только он ещё и отбитый Наглухо Потому что В принципе Я не понимаю что его могут убить Посмотрите Просто 25 киллов Тинкер 14 киллов Слардер 10 банша И последняя строчка Керри команды Которая победила В 70 минутной игре 7 киллов На самом деле МВП реально могли выиграть В тот момент Когда да Они в миде забрали двоих Чена и Вингу кажется И всё Это победа была Да Не было байбека Было у тебя всё Они даже ничего не потратили Это был шанс Но возможно Они просто ещё неопытные Неопытные Да Вот я тебе говорю Им можно простить Они полтора года играют в доту То как они играли полтора года назад С двумя тапками в миде На фурионе То есть это вообще Нехва земля То что мы сейчас видим Но всё равно понятно У них Они ещё более-менее собирались У них хотя бы были Правильные артефакты В нужное время То есть они не собирали Ликенсферы Там БКБ вторыми артефактами У них всё было Более-менее окей Да Я вот списываю всё На то что они ещё неопытные Но Сравнение Сравнение Лансен на Миране И Слардера То есть Лансен на Миране Туда ещё добавить Нужно 5 аегисов Вот сюда просто рядом Поставить Которые у него были И Чен с двумя сырами Бежит рядышком У него Линкин ферстайт Всю игру аегис Этот аегис По-моему он вообще Там за всю игру Ни разу не профукал Потом Всякие сыры Есть возможность Брать Оруженосец Чем мне больше всего понравился Он знаешь Он такой бегает Говорит Пацаны Кому сыр нужен Кому сыр нужен Ему две подачи Бук-бук Минус чем Надо было сыр дать Дань чтобы Я не знаю Может откупиться Да как-то Типа Чувак держи Только не лезь на меня Вот DDZ молодец Я чувствую Уэроу Замена в составе Будет да После интернешнл Этот парень реально молодец Я не знаю У него там наверное сейчас Руки дымятся После этой игры Потому что У меня горит жопа Очень сильно После этих игр Ты понимаешь Я просто Я сидел там И охреневал Я в твиттере Уже матом ругаться Начал Глядя на Фуриона Фурион 35 минут Бил милишный барак На топе Как Кто мне может объяснить Ты понимаешь Он планомерно вызвал Пеньков Некрачей И отправлял их На милишный барак 35 долбаных минут Он это делал Пока они просто Не зашли на хайграунд И райт кликом Патма за два удара Не снесла эти бараки Я бы вообще сказал Что он вообще Бил бараки Это смешно Потому что Есть тренпотектор Который отхилил В это время все И Тайтхантер Который анчерсмешем И он просто Кормил мвп Всю игру Давая им шанс на надежду В том то и дело Ну блин Хочешь ты там пойти Что-то поделать Ну С тинкером как-то Рассредоточись Зайди там Купи дезолятор Бить быстрее Это отсылка к Миране Если бы Мирана Была адекватная Все эти Некра И все остальное Было бы круто Они пошли запушить Но если бы они изначально Знали что Мирана Такой наркоман Они бы Он бы себе Мне кажется они что-то Могли подозревать Фурион Ну вообще да Учитывая что это их тиммейт Они должны бы что-то знать Фурион просто мог бы Запаковаться В демодж Там Дейдалусы Мелниры Вот Мелниры он купил Взять себе Кирасу Дезолятор И пошел просто Ввалить с руки Потому что эти Некра Были вообще бесполезны А Чену так же Некра нафиг не были нужны Разве что только Варды ломать вражеские И надо было тоже Брать себе какие-то ауры Владмерсы и прочее Видите Мэттам помогать аурами Подчинять крипов максимально На ауры Волки Кентавры Там Совухи всякие И вот При помощи вот этой всей штуки Идти уже И выигрывать Тогда бы они выиграли Не за 70 минут Или сколько там игра шла А минут так за 40 хотя бы Да Но эти 65 минут Царской доты Они к счастью нашему Закончились Но Все не так просто Впереди у нас Очередное противостояние Команда Титанов 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 Там ребята Повеселее играют у нас Да В лейтгейме Стабильно Каждую игру Там еще круче От нас Айтем билды Там вообще рвань происходит Да Мид Страст против Минески Я вспоминаю их матчи Против Оранжей Но это Лучше то что забыть И просто выжечь себе Из памяти Я посмотрел Игру Оранжей Я вчера ее не смотрел В лайф режиме Я ее посмотрел В хайлайтах И боже мой Какие эти Оранжи Неудачники И еще Они какие Они неудачники Они Я не буду их называть Так как я их называл Это честно Я не понимаю Как может команда Имеющая преимущество Они все игры проигрывают Имеют преимущество В 10 В 15 тысяч Это просто Вот эти два чувака Которые Это просто Врадих Поражены ваши неудачи Да Вот ты хочешь сказать Да Ну на самом деле Минутка гнобления Юго-восточной Азиатской Дота-сцены У нас я думаю Закончена Ну не минутка Мы тут уже Минут 15 Распинаемся Изливаем всю боль За всю боль Которую они нам подарили Ну что ж А впереди у нас Я так понимаю Должен быть второй матч Минески против Мист Траст Но до него у нас Еще небольшой перерыв Должен по идее быть Да в 9.30 Цест он начинается А сейчас у нас Сколько времени Есть Сейчас у нас Еще целый час Получается Да получается Еще целый час До игры Друзья Так что у вас Есть время Пойти Потушить свои пуканы Отдохнуть Расслабиться И подготовиться Главное подготовиться К следующему матчу Да Взять себе Я не знаю Как он там Пантенола баллончик Потому что Без него Будет не обойтись А теперь горит Блин у меня уже Просто отдышка Начинается После этого всего Я не могу Блин Все Хватит с меня Ну что ж Мы уходим на небольшую Рекламно-музыкальную паузу Точнее на большую Рекламно-музыкальную паузу И увидимся с вами Уже примерно через час Так что Разбегайтесь Но возвращайтесь К нам в эфир